На-на-на, а-та-та, сходи, аккорд. Репетиция в гримёрке – вполне обычное дело. Сегодня здесь раздаются голоса участников вокального конкурса. В кинотаврике воспитанница Сочинской вокальной студии участвует уже во второй раз. В прошлом году заняла второе место, а на этот раз сердца жюри будет завоёвывать ноченькой. Долго ли лодочка, ты плыви-плыви, я больно мне помнить. Нежный образ под стать выбранной композицией Софья Пономарёва создаёт сама. Ну а когда к внешней красоте добавляется красивый голос – это уже часть успеха, уверена будущая певица. Хотя свои силы Софья оценивает трезво. В эстрадном вокале она всё же не так давно. Конкуренция довольно большая и работа всегда есть. И даже каждый проигрыш – это толчок к чему-то большему. То есть я считаю, что даже если что-то не получится, не надо расстраиваться и наоборот попробовать себя. Фестиваль кинотаври – как раз тот конкурс, где юные таланты могут проявить свои способности и, как говорится, попробовать на вкус сцену. В этом году за пресс-фестиваля борются больше полутысячи ребят в возрасте от 6 до 17 лет. Здесь не только вокалисты. Сценическое искусство, хореография, театр, оригинальный жанр, мода, кино и новая номинация – «Вайны» – создание коротких роликов для соцсетей. У нас три конкурсных дня. В первый конкурсный день у нас проходила номинация «Кинодебют». И у нас была премьера в этом году новая номинация, называется «Вайны». Ну, то есть мы следуем трендам. Так как мы, естественно, работаем с детьми, наша целевая аудитория – дети, конечно же, мы все эти модные штучки замечаем. И у нас в этом году премьера. Выступление участников оценивает профессиональное жюри. А это известные актеры, режиссеры, хореографы, модельеры, педагоги по вокалу и, конечно же, автор кинотаврика, продюсер, кинокритик Марк Руденштейн. «За 19 лет каждый год отбираем какую-нибудь звезду. И у нас уже в следующем году мы соберем всех звезд, 20 лет будет, которые стали звездами. Но это не значит, что для них делается фестиваль. Фестиваль делается для детей, которые просто смотрят на все это и видят, что можно и жить по-другому. Главное, чтобы они увидели вершину этого всего, увидели возможности свои и на всю жизнь остались любителями культуры». Очередных звездки «Натаврика» объявят уже в четверг. Вечером 7 ноября на сцене Зимнего театра пройдет церемония закрытия Международного детского фестиваля. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.